Зайдя сегодня на ваш YouTube-канал, увидел, что у вас в описании написано, что вас называют тайным героем нескольких революций 21 века. Вам нравится такое определение? Да, ну как я сам про это, в общем, это писал не я, описание конкретно, но в целом я в своей книге, не такой, как Тиньков, честно признался, что участвовал в нескольких революциях, причем с самых разных сторон. Какие-то, ну, в каких-то на стороне организаторов, в каких-то на стороне тех, кто их подавлял. Такое тоже случалось. Я думаю, об этом мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск, уверен, у вас полно историй о каждой. Нет, мне кажется, нет, конечно, что вы, я же ничего про это больше не рассказываю, потому что все же жители, как участники, все живы, все секретное. То, что я там был, не секрет, потому что меня все видели. А дальше уже, как правило, знаете, говорить не о чем получается. Ну, даже начинаю спрашивать, а кто, а тот, а я говорю, я не скажу, это я не знаю, это я не говорю. Мало что будет. Ну, вы знаете, мне приходится регулярно писать интервью с разведчиками, и даже самые опытные разведчики иногда соглашаются раскрыть некоторые тайны. Возможно, и вы когда-то их раскроете. Да. Хорошо. Господин Шейтельман, видел, что вы сейчас в Латвии. Расскажите, каково оно, когда не слышишь воздушную тревогу каждый день? А я ее слышу, она у меня в ушах звучит, я не шучу сейчас абсолютно. Я просыпаюсь от нее по ночам. При том, что я в Киеве от нее не просыпаюсь, а здесь просыпаюсь. В Киеве как-то привык, без этого невозможно жить уже. И, ну, вы знаете, не только тревога, чаще взрыв. То есть чаще я слышу на улице взрывы. Дело в том, что Киев, у него же такая замерла жизнь в каких-то историях, там, в строительстве, например. А здесь-то идет какое-то строительство, и что-нибудь как грохнет, то я реально начинаю, ну, то есть у меня рефлекторно перегибаюсь, а потом только понимаю, что я не в Киеве. Вот. Поэтому все слышно, все слышно. Господин Шейтельман, будем переходить к обсуждению повестки дня. Подготовка к избранию Владимира Путина на новый президентский срок в Кремле идет полным ходом. С вами, как с политтехнологом, как раз особенно интересно это было бы обсудить. Вот пресс-секретарь Путина Песков в свежем интервью заявил, что гибридная война против России будет продолжаться еще долго. Поэтому, цитирую, «россияне должны объединиться вокруг Путина». Ну, а ранее, как сообщали кремлевские СМИ, вот политтехнологи московские выбрали для Путина такую стратегию, значит, что образ хранителя традиционных ценностей. Вот это вот объединение вокруг Путина в противовес войне со стороны Запада, хранитель традиционных ценностей Владимир Путин. Как вам такая политтехнологическая стратегия, как бы вы ее оценили? Ну, дело в том, что я считаю, что в России нет никаких политтехнологий уже давно, потому что они не нужны. Просто в силу того, что они не нужны. Когда ты можешь нарисовать себе любой результат, когда ты можешь просто посадить любого, кто призывает голосовать против тебя, то каких чертов политтехнологи? Они были, безусловно, работали и были нужны Путину в первый срок, во второй срок, возможно. Но потом, например, в 2012 году какие политтехнологи? Если он просто захватил власть физической силой, он проиграл выборы и захватил власть в 2012 году. Там так же, как Лукашенко в 2020-м захватил власть, поэтому какие политтехнологи? О чем вы вообще говорите, да? Вот, поэтому это совершенно как раз неважно для выборов. Давайте так, для выборов это неважно. Есть некий имидж Путина, который действительно какие-то люди создавали, они его успешные, это очень успешные люди, они его успешно круто создали, действительно вопросов вообще нет. Но сегодня то, что делает Песков, оно даже, как бы, как сказать, это даже излишние усилия в каком-то смысле. Мне кажется, что россияне и так объединены вокруг Путина в значительной степени. Я не вижу никаких проблем там у Путина. Ну, избираться ему не надо, потому что, опять-таки, я говорю, никто не будет считать бюллетени, это наплевать абсолютно всем. Но если говорить о поддержке, нужна ли ему поддержка? Да, нужна. Потому что для таких действий, которые он производит, как война, нужна поддержка. Это не ради выборов, а вот просто. Он ей пользуется, она действительно огромна, она действительно, ну, это действительно очень большая доля жителей Российской Федерации. И я думаю, что они согласны на любые шаги Путина. Вот просто вот на любые. В том смысле, что если Путин завтра скажет, мы сегодня утром наносим ядерный удар по Польше, то большинство населения России скажет, да, обязательно, конечно, полностью поддержим. Это будет искренний ответ. Я сейчас не про какие-то фейковые исследования. Вот, поэтому, да, политтехнологи, пожалуй, какие-то маркетологи нужны, но вот не для выборной кампании, а вот скорее для ведения войны, для поддержки войны. Так и зачем ему эта поддержка? Если нужно будет мобилизовать еще определенное количество людей, их и так мобилизуют с поддержкой или без? Не совсем так. Если эта поддержка растеряется, я не говорю, что она почему-то, у нее нет пока никаких причин, чтобы теряться этой поддержки. Когда у тебя нет поддержки, первое, ну вот действительно, например, ты не можешь делать все, что захочешь. Вот сегодня Путин может сказать, хочу еще миллион человек, и ему соберут еще миллион человек. Если бы поддержки не было, он сказал, я хочу миллион человек, это могло бы, он бы взвесил тысячу раз. Блин, а это приведет к таким последствиям, сяким, здесь я потеряю это, здесь то. Эти поедут отсюда, силовики меня бросят, эти кинут. Ну, то есть миллион вопросов. Сейчас вопросов нет, просто что хочу, то и ворочу, поэтому он, в принципе, может принимать любые решения внутри Российской Федерации. Вот он может принимать решения тех, которые зависят от него. Он думал, что он может принимать решения во всем постсоветском пространстве, он искренне так думал. Он думал, я могу еще захватить любой город бывшего СССР. А оказалось, что не может, у него вот нет таких возможностей, но внутри России, конечно, любые решения. Если он завтра скажет «сжечь Биробиджан», не знаю, просто «сжечь город Биробиджан», ну, его сожгут, вообще не будет вопросов. Вот по поводу ударов по Польше. Вот как раз недавно, значит, пропагандист Соловьев в истерике снова начал угрожать уничтожить, значит, все польские города ракетами. Вот цитата у меня есть. «Хотят поляки быть следующими. Это не украинцы, мы не будем к ним так относиться, как к братьям. Мы нафиг уничтожим все города ракетами за один раз, не используя для этого сухопутные войска». То есть вы хотите сказать, что сейчас поддержка Путина такая, что если завтра действительно Россия ударит по Польше ракетами, то все скажут, ну и правильно, так и нужно было. Если это будут конвенциональные ракеты, то поддержит это 85% людей, я думаю, населения Российской Федерации. Если это будут атомные, то поддержит процентов 60. Я просто вчера даже опрос проводил, я же не могу провести опрос, и никто не может провести опрос в России, давайте. Ну, реальный, да, опрос такой, настоящий. Поэтому я проводил опрос субъективных мнений, называется. Вот у меня где-то там онлайн-режиме, там, не знаю, 10 тысяч у меня человек смотрит обычно, скажем, из них 2 тысячи это из России. И я спросил, я просил писать только тех, кто находится внутри Российской Федерации, сейчас там живет, по их субъективному мнению, потому что как я могу еще, вот у меня есть, грубо говоря, 2 тысячи агентов, да, по вашему субъективному мнению, вот вы видите вокруг себя людей, большинство поддержит такое или большинство не поддержит ядерный удар по Польше. То есть, если будет простой вопрос, честный, да, честный вопрос, вы поддержите, если Путин вот решил, что надо? Вот 50 на 50 разделились мнения, соответственно, я решил для себя, то есть, причем на 50% вот моих опрошенных сказали да, большинство скажет да, это люди в России. Поэтому я считаю, что где-то вот, ну, наверное, 50-60% россиян поддержат такое, да. Ну, тут надо еще делать оговорку, что, скорее всего, прям радикально прокремлевски настроенные люди вряд ли смотрят вас на регулярные основы. Да, то есть, эта цифра может быть еще больше. Алексей, они не про себя отвечали, они отвечали, я же не говорю, что вы поддерживаете ли, что, по-вашему, вот у вас в городе, вот там, где вы общаетесь, вот такое, естественно. Это люди в среде, они там живут как-то, то есть, всяко, они не президенты и не мэры городов, это какие-то люди, которые, не знаю, учителя, врачи, вот, условно говоря, средний класс какой-то российский. Ну, а вообще тоже, с точки зрения политтехнологии, вот то, что так часто с экранов российской пропаганды, ну, вот, звучат вот эти вот, вообще, допускается возможность вот таких вот ударов по городам Восточной Европы, да и не только Восточной Европы. Это ли не, стоит ли такая задача, там, приоткрыть окно Авертона сильнее для того, чтобы в какой-то момент, когда это действительно может произойти, это уже не вызвало такого, ну, отторжения. Может такая задача действительно перед пропагандистами стоять? Нет, я, к сожалению, думаю, что все хуже, чем мы, чем мы предполагаем в своих плохих прогнозах. Дело в том, что я считаю, что Путин, скорее всего, имеет такой план, у него есть план ядерных, нанесения ядерных ударов, иначе бы он не стал перемещать ракеты там в Беларусь, потому что именно по Восточной, я имею в виду по каким-то странам Восточной и Западной Европы. Если бы он пытался нанести удар по Украине, он бы мог это сделать с территории России, ему бы ничто не помешало. Вот это продвижение вперед ядерных боезарядов, оно нужно, чтобы наносить успешные удары по Польше, по Берлину и так далее. Вот, и потому что в Польше ПВО, причем еще и ПРО, вот это современное, наверное, самое современное, что есть в мире, просто самое современное, что есть в мире, это находится в Польше, развернутая натовская новая система противоракетной обороны. И, конечно, ее пробить будет достаточно сложно россиянам, поэтому бить нужно не из, там, условной Москвы, а вот так, чтобы прямо с границы. Тогда все это сразу резко упрощается при помощи баллистических ракет, которые уже в Беларуси находятся. Вот, я думаю, что, к сожалению, это его план, и, к сожалению, его нужно, если мы его не остановим, мы в данной ситуации, это вот не мы с вами и не Украина, а весь цивилизованный мир, а, возможно, даже и Китай, то я не говорю, что это план на завтра, я не знаю, понятия не имею на когда, но имеется в виду, это часть его плана по покорению мира, просто часть его плана по покорению Европы, как минимум. Он понимает, он, кстати, говорил накануне еще войны, что в традиционном вооружении мы проигрываем НАТО, но в ядерном мы у него выигрываем. Поэтому он объяснил, мы будем воевать ядерным оружием. Он это говорит много раз. И давайте так, вы говорите слово пропагандисты, но ведь, если вспомнить, об этом говорили государственные деятели, не пропагандисты. Когда говорит пропагандист, можно это писать, ну, мало ли, он там журналист, у него свое мнение, у нас тут свобода слова. Я сейчас имею в виду серьезный западный политик, не может сказать, а вот у вас Соловьев сказал так, поэтому мы сейчас вам по Москве жахнем. Он так не может сказать. Но когда это представители Государственной Думы, представители Совета Безопасности, заместители секретаря Совета Безопасности, члены правительства, и если перечислить, я вот вспоминал список городов, стран, которые они называли как потенциальные цели только государственные деятели. Прошу заметить сразу, не Соловьевы, не Симонян. Кроме США и Великобритании, там еще Германия, Нидерланды, Бельгия, Литва, Латвия, Польша. Это вот то, что у Украины, естественно. Это то, что вот прямо на вскидку вспомнилось. И тут, внимание, возникает такая штука. Дело в том, что есть закон, ну, не закон, извините, договор конвенции о нераспространении ядерного оружия 1668 года, на основании которой, собственно, у Украины нет ядерного оружия, и у других стран, вот у стран перечисленных, давайте так, у Польши, у Бельгии, Голландии, Латвии и Литвы на этом основании нет ядерного оружия. И у Германии, кстати, которые тоже угрожали напрямую ядерными оружиями. Так вот, согласно этой конвенции, если какая-либо из ядерных стран, официальных из пяти, то есть вот Россия в данном случае, угрожает, прошу заметить, не наносит удар, а угрожает какой-нибудь безъядерной державе, то остальные четыре должны нанести удар по ней. Называется остановить эту агрессию силовыми методами, не дожидаясь решения ООН. Там это прямо все прописано, понимаете. После этого они должны дождаться решения ООН, но сначала остановить эту агрессию. Вот в такой мы сейчас стадии-то находимся на самом деле. То есть это все достаточно далеко продвинулось. Пока они угрожали США, это было легитимно. Но они угрожают безъядерным державам. Вот, кстати, вы абсолютно правы. Путин не раз акцентировал внимание на то, что превосходство у России над Америкой в плане ядерного вооружения есть. И вот по данным Reuters, сейчас у России около 200, если не ошибаюсь, боеголовок. У Штатов чуть ли не в 10 раз меньше. То есть превосходство там действительно сильное. Однако вот некоторые люди, с которыми я общаюсь на этом YouTube-канале, они все равно уверены в том, что вот это заявление о размещении ядерных боеголовок на территории Беларуси, это не больше, чем, как по-украински, как это, бряцкание с бровью. То есть не более, чем пустые угрозы. И в Пентагоне говорят, что не видят каких-то, ну, не видят оснований для того, чтобы полагать, что Россия действительно всерьез собирается эти боеголовки перемещать. Вы думаете, все-таки серьезнее, чем просто сотрясание воздуха? Значит, в Пентагоне говорят, что они не видят сейчас физических перемещений, не видят никаких физических действий, направленных на это. Но Путин и сказал, что он там в июне или в июле переместит. Делать недолгое, нехитрое перевести какие-то боеголовки, скорее всего. Ну, там что-то. Поэтому они пока этого не видят, но пока не видят, потому видят. Я почему? Мне кажется, мы должны верить Путину. Вот прям мы должны, вот мы в украинце, как мы можем в Украине не верить Путину? Он нас ни разу не обманул. Он сказал, что начнет против нас войну и начал. Он сказал, что будет бомбить мирные города, что будет бомбить инфраструктуру. И бомбил инфраструктуру. Он сказал, что будет убивать. Убивает, уничтожает. Все он делает, понимаете? Поэтому раньше, год назад, ну, год с небольшим назад, можно было говорить, да нет, это он блефует. Это он на самом деле не такой. Это все такая операция, спецоперация. Тут все неправильно, все не так. И это говорили почти все в мире. До февраля, ну, не до 24-го, раньше там хорошо Байден начал говорить, что все будет война. Но до этого все говорили, не, не, что вы, Путин, он же не человек войны. А Путин, он такой. Сейчас почему не верить? Вот почему? Это же как бы капитан очевидность. Человек говорит, я начну ядерную войну. А мы говорим, да нет, он что вы? Он говорит, я не блефую, он сказал со сцены, я не блефую. А мы, да нет, аж, чего мы напрягаемся, господи, подумаешь, ядерная война. Всяко врет. Только, знаете, прошлый раз, когда не верили, не верили, да, что он начнет войну, только одно чудо спасло вот Украину, например, что она существует до сих пор, что наши вооруженные силы вот как-то сумели, я не знаю, но как-то сумели продержаться первые месяцы до того, как к нам стало поступать там какое-то западное оружие. Но это было чудо по большому счету. И держались на последних снарядах, это сейчас все уже говорят, что ничего не было. И Запад, пока Запад собрался, пока Запад подумал, почесал носу, решил, что да, все-таки будем помогать. А тут, извините, удары будут по западным странам, по странам НАТО, и у них будет не три месяца, которые им дало ВСУ на размышления, а 12 минут. Вот они готовы сегодня наносить ядерный удар ответный по всем городам российских? Или они будут сидеть и говорить, не, ну эти ракеты он послал, вот мы видим, что они летят, но у нас нет оснований предполагать, что они атомные. Вот, скорее всего, они там пустые наверняка. Или они в последнюю секунду развернут и улетят в Антарктиду. Вот они так будут делать? Что-то у меня как бы сомнение во всем этом. Мне кажется, что... И тут важно, что Китай в той же лодке с американцами, не с Россией в данной ситуации. Мне чуть ли в Китае даже больше про это понимают. Друзья, обязательно напишите ваше мнение по этому вопросу в комментариях. Очень много разных мы слышим точек зрения. Хотелось бы услышать и ваших. Михаил, давайте продолжим, пожалуйста, по внутренней российской политике. Заговорили уже о пропагандистах мы немного. Вот еще хотел бы одно заявление обсудить, которое меня лично очень поразило. Значит, Маргарита Симоньян предложила купить у Украины оккупированные территории за деньги, которые заморожены на Западе. Мол, пускай страны Запада отдадут эти замороженные российские активы Украине на восстановление, на откуп. А Киев признает за Россией захваченные территории. Что это за изменение в риторике такое? Что это за предложение? Это личная точка зрения той же Симоньян? Или мы можем понять, что действительно такая идея предложить такое Западу существует в Кремле? Да, на 100% существует. Я впервые эту идею услышал, вы будете не поверить, в 2014 году. В 2014 году. Вот прямо после оккупации Крыма, уже летом, мне люди из Москвы говорят, ну, понятно, что они мне не предложение дедали, я же не переговорщик, да? Я даже тогда не в Украине был. Слушай, а как ты думаешь, вот если мы предложим, ну, мы опять, это не они лично, а в смысле, вот если мы предложим все-таки как-то задним числом сейчас оформить это как покупку Крым, потому что мы понимаем, что проблема. У них уже тогда возникли проблемы с бизнесом, реально, из-за санкций сразу какие-то. И вот они мне говорили, что вот если бы мы сейчас предложили деньги, как ты думаешь, вот согласились бы на Западе на то, что мы как-то выплачиваем там, вот. И они тогда говорили, ну, мы понимаем, что это сотни миллиардов долларов. Вот так вот они говорили. То есть, заметьте, сейчас цена за 8 лет ничего не подорожала, за 9 лет уже. Тоже сотни миллиардов долларов, об этом идет речь. Поэтому, если уж тогда такие мысли были у высокопоставленных достаточно, это не чиновники, это, я имею в виду, сейчас такой олигархат, скажем так, если у них были такие мысли на эту тему, что это вот так легко можно сделать как-то, ну, скорее всего, можно. Они предполагали, что можно. Но сегодня уже нельзя. Вот тогда, кстати, у меня не было для них вот стопроцентного ответа нет. Вот стопроцентного не было. Сегодня он стопроцентно отрицательный, естественно, в любой ситуации по понятным причинам, потому что все это уже вопрос крови, а не земли, да, потому что это вопрос, что кровь не продается тех, кто погиб за все это. Уже ни в каких раскладах это невозможно. А россияне, да, считают, что это возможно, это их компромисс, это компромисс, на который они готовы идти, называется.